Добрый день, Юрий, я слушатель, слышно прекрасно. Дмитрий, расскажите о Ваших услугах, что Вы предлагаете? Вы можете на примерах каких-то привести, например, какие-то кейсы, что чаще всего заказывают, какие услуги? Конечно. Большинство, какая специализация, бизнес-право это довольно обширная область. Чем мы занимаемся? Мы работаем со многими стартапами в технологической индустрии. То есть, если у Вас компания, Вы открыли за пределами Штатов и хотите выйти на рынок Соединенных Штатов, здесь намного больше возможностей для стартапов поднять венчурный капитал. Поэтому для многих стартапов это очень интересная тема, именно выйти на американский рынок. И что мы делаем? То есть, мы открываем здесь дочернюю компанию, подготавливаем все необходимые документы для поднятия этого капитала. Вторые типы клиентов, это не связаны со стартапом. То есть, Вы хотите просто открыть бизнес в Штатах, Вы хотите импортировать какой-то продукт. Мы получаем все необходимые лицензии, скажем, если это продукт, допустим, молочный продукт, надо получить пермит определенный, получить разрешение от FDA. То есть, мы занимаемся всей документацией, чтобы Ваш товар здесь прибыл, Вы растаможили и начали продавать, скажем так. То есть, различные есть клиенты, различные виды услуг. То есть, мы идем от FDA, скажем так. Значит, первая часть стартапы. Вопросы, которые почему-то у людей чаще всего задаются. А в каком штате лучше всего открывать компанию? Как-то вот привыкли к Делаверу. Почему именно Делавер или, может быть, еще какие-то штаты посоветуете? Да, и есть для стартапов, опять же, на слуху всегда Делавер или Невада, потому что якобы есть такой слух, что там нет налогов. На самом деле, это не совсем так. Допустим, на примере Делавер, сам штат Делавер не облагает налогами все действия, которые происходят за пределами штата Делавер. Но если вы ведете активность, скажем, из штата Нью-Йорк, то вы, соответственно, должны платить налоги по законодательству штата Нью-Йорк. То есть, надо в этом плане. Почему Делавер, особенно популярный среди стартапов? Вернемся к вот этим венчер-капиталу. Все эти компании, они предпочитают, что это была так называемая C-корпорация из штата Делавер. Почему? Потому что все знакомы с законодательством Делавер. Делавер очень лояльно относится к бизнесу, скажем так. Поэтому они предпочитают, чтобы это было именно из Делавер. Выгодно и в данном случае для какого-то конкретного бизнеса, это надо рассматривать на индивидуальной ситуации. Потому что очень часто люди думают, что у них стартап, на самом деле это просто обычный малый бизнес, который ведется из того же самого, допустим, штата Нью-Йорк. Намного выгоднее открыть, зарегистрировать компанию в Нью-Йорке, чтобы не иметь дополнительных расходов, которые сядут. То есть нужно взять персональную вашу консультацию, чтобы вы могли оценить, что это за компания, какой штат лучше открыть, чтобы понять, что человеку лучше предложить. Я так понимаю. Да, конечно. Любой адвокат сможет посоветовать. Но всегда это лучше рассматривать индивидуально. Нельзя сказать, что вот всем лучше открыть в Далавере и все. Нет, это не так. Надо смотреть на конкретную ситуацию. Окей. По второму направлению ваших услуг. Вот действительно привезти продукцию из-за границы и продавать там на американских рынках, в том числе на Амазоне. Сейчас у очень многих этот тренд существует, особенно вот в странах, где есть дешевое производство. Та же Украина. Говорят, что уже в Украине там шить полотенца дешевле, чем в Китае, потому что рабочая сила недорогая. И действительно люди хотят продавать свою продукцию за доллары, выводить их на американский рынок. У нас таких запросов тоже довольно много. Мы будем с вами сотрудничать в этом направлении. Вот вы сказали, что вы помогаете как раз с таможней, с лицензированием. Как долго это занимает по времени, чтобы человек от идеи до уже реализации, например, на Амазоне, начал работать? Юрий, тут несколько нюансов, да? Зависит, насколько человек знает, что он хочет, насколько у него готов продукт для экспорта, ну или для импорта в Штаты. Если вот этот, как бы мы предположим, что человек знает, продукт готов, мы занимаемся документами, здесь встает вопрос, к какому продукту. В принципе, пермитры, зарегистрируют компанию, это можно все сделать там в течение месяца. Чтобы была идея. Иногда это берет меньше, иногда больше, в зависимости от самой продукции. Ну, то есть в течение там трех месяцев можно все закончить, и человек будет продавать на Амазоне, допустим, свою продукцию, да? Да, я сказал, ну, месяц, то есть даже меньше, чем трех, но... Я за классом беру. Да-да-да, я тоже предпочитаю немножко давать больше времени, то есть, допустим, ну, вот введу сейчас пример, получить, вы знакомый, но, может, ваш слушатель не совсем, когда открываете бизнес, вам нужно получить таксовый номер, такс-айди для этого бизнеса и АЭН. Да. Если у учредителей есть свой social security, то это не проблема, это на интернете в этот же день, а если его нет, то надо заполнять, отправлять по факсу, да, мы еще до сих пор этим пользуемся средством. Вот, ну, и сейчас у нас в стране government shutdown, то есть правительство не работает, 10% всех АРС-служителей, кто работает в АРС, остались на работе, поэтому сколько это по времени возьмет, не могу сегодня сказать. То есть есть вот определенные нюансы, которые возникают в практике, ну, как-то решаем и... АРС-это налоговая инспекция, ну, по-русски, может, никто-то... Да-да-да, налоговая инспекция. Действительно, здесь не всегда адвокаты могут решить вопрос, потому что часто зависит решение от государственного органа, от таможни, от лицензионной службы, от налоговой службы, от штата и так далее. Поэтому клиенты должны понимать, что не все делается моментально, иногда хотят... Вот у нас такие были запросы, а вот у меня там, я произвожу там какую-то продукцию, я хочу завтра уже, чтобы моя продукция там торговалась на Амазоне, но нельзя сделать моментально. Да, ну, чаще всего так оно и есть, но, к сожалению, как бы, если мы все делаем правильно, а мы только так и работаем, то, соответственно, это берет какое-то время. И в зависимости от штата, в каких-то штатах регистрация очень быстро, в каких-то чуть подольше, но, в принципе, процесс это довольно быстрый. Спасибо большое за первичное знакомство. Уважаемые зрители, если у вас будут вопросы к адвокату, который занимается как раз бизнес-консалтингом, вы можете под видео написать нам на телефон, и мы вам уже организуем персональную консультацию, и вы можете пообщаться и задать все вопросы. Спасибо, рад знакомству. Спасибо вам взаимно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова